Саммит в Сочи, Россия расширяет связи с Африкой, беспокоится о беспорядках и влиянии Китая, Аль-Арабы, Великобритания, Рамик Аль-Юби, Аль-Арабы Аль-Ядеят, Великобритания, 23 октября 2019 года. Саммит Россия, Африка, который пройдет в Сочи 23-24 октября, готовится принять рекордное количество глав африканских государств. На мероприятие приедут главы государств и правительств более 40 африканских стран. Накануне саммита помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что на форум приглашены около 10 тысяч участников, которые будут представлять такие сектора экономики, как промышленность, геологоразведка, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, туризм, гостиничный бизнес, высокие технологии и другие. По мнению наблюдателей, российские амбиции в Африке подвергаются высокому риску из-за уязвимости правящих режимов в большинстве африканских государств, а политическая нестабильность может приостановить реализацию крупных инвестиционных проектов в дополнение к жесткой конкуренции с Китаем и Америкой. На полях саммита Россия, Африка президент России Владимир Путин планирует провести ряд двусторонних встреч с лидерами африканских государств, чтобы обсудить вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества. На форуме в течение двух дней запланировано более 30 деловых сессий, посвященных обсуждению перспектив экономического развития между африканскими странами и Россией, которая рассматривает африканский континент как перспективное направление для усиления своего влияния в сфере добычи нефти, газа и природных ресурсов в условиях жесткой конкуренции с США и Китаем. По официальной информации, товарооборот между странами Африки и Китаем достиг рекордного уровня в 166 миллиардах долларов. Китайские компании контролируют горнодобывающую промышленность в более чем пяти африканских странах, а также добывают нефть в государствах Западной Африки и Судане. Вслед за Китаем в Африку начали вкладываться США, чьи инвестиции оцениваются в 56 миллиардах долларов. В преддверии саммита Россия, Африка Путин подчеркнул, что Россия и российские компании имеют солидные ресурсы для подготовки и реализации инвестиционных проектов на миллиарды долларов. Он выразил надежду, что африканские партнеры создадут необходимые стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса, механизмы защиты вложений, обеспечат благоприятный инвестиционный климат. Об этом российский лидер сообщил в интервью информагентству ТАСС. В свою очередь, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов заявил, что российская экспансия в Африке – важный элемент стратегии Кремля с целью представить Россию как сверхдержаву, способную конкурировать с Западом в политической и экономической сферах. Россия напрямую заинтересована в природных ресурсах Африки – это углеводороды, алюминий, латина, уран и алмазы. Кроме того, она хочет продолжить оказывать услуги по обеспечению безопасности политических режимов с помощью частных военных компаний, считает Балмасов. По поводу конкуренции России с Западом в Африке Балмасов заявил, Россия довольно дерзко пытается проникнуть в сферы влияния Запада, особенно в ЦАР, которая давно считается сферой французского влияния. Однако она не сможет заменить Францию на международной арене, поэтому ее действия ни к чему не приведут. Кроме того, Россия сталкивается с проблемой технологической отсталости от Запада в глубоководном и морском бурении, что снижает конкурентоспособность страны на некоторых африканских рынках. Говоря о препятствиях, которые мешают Москве вкладывать значительные средства в Африку, Балмасов сообщил, что Россия смотрит на африканские рынки с большой осторожностью. Она опасается смены политических режимов, что приведет к финансовым потерям в сотне миллионов или даже миллиардам долларов. Он напомнил, что российские компании потеряли огромные контракты в Ливии, в том числе и на строительство железной дороги, в результате падения режима Муамара Каддафи 8 лет назад. В 2011 году Москва дала зеленый свет резолюции СБОО номер 1973, которая позволила западным странам провести военную операцию в Ливии. Российский эксперт пришел к выводу, что Россия будет сотрудничать с некоторыми стабильными африканскими режимами, такими как, например, режим в Анголе. По словам Баласова, большинство африканских стран не Северная Корея, где Вашингтон не может свергнуть режим. Это уязвимое государство, и Запад может легко свергнуть любого правителя в Африке. Кроме того, Международный валютный фонд ожидает, что к концу 2019 года ВВП в Африке возрастет на 3,5% по сравнению с 3% в 2018 году. Общая сумма российских инвестиций в Африку оценивается в 80 миллиардов долларов, А объем товарооборота между Россией и странами африканского континента увеличился на 17% в 2018 году и превысил отметку в 20 миллиардах долларов, согласно данным Федеральной таможенной службы России. Напомним, среди крупнейших российских компаний, развивающих бизнес-проект в Африке, нефтяные компании «Роснефть» и «Лукоил», энергетические компании «Газпром» и «Росатом», «Алмазодобывающая» компании «Алрос» и многие другие. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.